С Новым Годом, С Новым Счастьем! Здоровья всем! Удачи, я не знаю, вот счастья, любви, кому ее не хватает. Всем всего-всего доброго, самого доброго. Сумасшедшие люди по дворе. С Новым Годом, товарищи! Доброе утро! С Новым Годом, мои дорогие! Вот такое тихое утро, все спят, а стреляли до утра. Дождик идет. Ну что, питерская зима. Как вы там пережили Новый Год? Я ушла рано, ну, по второго где-то спать. Потому что к ребятам начали приезжать гости. Думаю, нет, пойду-ка я. Но уснуть все равно не получалось. Потому что стрельба, грохот, кошка пугается. Ну, в общем, шарахается. Я включила себе Ларису Табашникову из Гватемалы, вот. И смотрела ее винтаж, который она покупает. Ну, а потом потихонечку уснула. Ну, ладно. Вот она, Новый Год. Стали на год старше. Что-то, судя по выступлению президента, мне показалось, что хорошего ждать не стоит. Ну, может, это я такая пессимистка в этом отношении, не знаю. Вот, мои золотые. Что я хотела? Я хотела снять видео про итоги года. Но вчера я со всеми этими хлопотами не успела. И я думаю, что я, наверное, сегодня просто вас поздравлю. Ну, хотя бы тех, кто прям вот у меня постоянно на глазах. Кстати, я посмотрела сейчас комментарии. Писать всем как-то прям сил нету. Вот, я решила к вам по видео обратиться. И хочу поздравить победителей розыгрыша. Вот. Но снять не сняли, потому что Саша вчера на работе это дело делала. Вот. И она мне позвонила и просто продиктовала, кто победили девочки. Вот. Так что я сейчас все это дело вам расскажу. Ну, вот это утренний погром. Ну, молодцы хоть это самое. В холодильник все убрали, посуду сложили. Мусор в пакеты. Ну, это Даня. Это Даня наш такой, да. Вот, сейчас я загружу посудомойку. Вот. У меня все спят. И буду видео снимать. Ну, вот. Посудомойку включила. Ну, что, мои дорогие. Вот и стали мы на годы взросли. Не знаю. Я как-то уже эти праздники. Может быть, потому что у меня это 65-й Новый год. С мою жизнь. Примелькался. Как-то уже не так, как раньше. Саша-то моя смеется. Вот я стала взрослая. Выложу мне праздники эти. Да. Ну, зато это повод встретиться с друзьями, с родными, увидеться. Дело-то все равно хорошее, правда. Никак не пристроюсь. Свет слепит сверху. Вот. Ну, чего. Хочу вас всех поздравить. Прям вот. Прям поздравить. Дай Бог вам, мои хорошие, всего-всего. Понятно, что так в жизни не бывает, но мне очень хочется, чтобы все было у вас хорошо. Вот прям, чтобы вы были здоровы, чтобы ваши родные, близкие были здоровы, чтобы ничто вас не огорчало. Прямо, чтобы эта зараза ушла из нашего мира, ну, хотя как-то я не очень на это надеюсь. Уйдет эта, придет другая, мне кажется, им там наверху понравилось. К маскам приучили. Ну, я все равно вот прям желаю вам, чтобы все было хорошо. Или хотя бы как-то научиться, что ли, относиться к этому не так вот прям. Не кидаться в истерику-то. Ну, ведь на самом-то деле, вы же видите, что, как говорится, трупы на улице не валяются. Да, болеют люди, но не так же, как они говорят. Так что давайте будем держаться. Вы думаете, я не боюсь, я боюсь. Ну, только дурак, наверное, может не бояться. Я тоже боюсь. А еду, я вот сколько за этот год наездила. И налетала, и наездила. Среди народа натолкалась. Ну, что делать-то? Вот не зря же говорят, не мы какие. Жизнь такая. Ой. Это молодежь, выкурили все сигареты. Одни пачки пустые. Так что давайте, лапочки мои, держитесь. И все будет хорошо. Да, неудобно, конечно, на кухне снимать свет этот. Но у меня спят в обеих комнатах. А ждать, когда они проснутся, это сейчас опять начнется. Накрывание столов. Вот это все. Опять будет не до этого. Так. Ну, вот, да. А, вернусь вот все-таки к итогам года. Вот я хочу сказать, на весь этот, несмотря на весь этот негатив, у меня год-то, в общем-то, был интересный. Потому что я каждый день снимала, с вами общалась, ездила много. Я вот сейчас вот просто прикинула и думаю, батюшки мои, зиму я провела в Мурманске. В августе я полетела в Питер. Костя мне привез Егорку. Мы с Егоркой поехали в Москву. Из Москвы мы на машине с Мариной, с Серегой в Крым. Приехали, месяц там пробыли. Потом полетели с Егоркой в Мурманск. Все проблемы были с документами в Болгарию для вылета его в Мурманске. Побыли. Потом оттуда мы полетели в Москву. Там я его сдала маме на руки. Он улетел в Болгарию. А я полетела в Сочи. И Саша моя полетела в Сочи из Питера. Мы там с ней встретились. Ой, спасибо сыну огромное. Вот до сих пор я под таким впечатлением. Мне так понравилось. И Красная Поляна, Роза Хутор, и Адлер. Ну, просто. Прямо до сих пор два с лишним месяца прошло. Очень мне понравилось. Я там, те, кто не смотрел, я не была там 40 лет. Больше. Я была там в 77 году. Я просто ничего не узнала, кроме вокзала Адлерского. Да, Олимпиада помогла. Вот если бы в Крыму провести вот такое мероприятие вот такого масштаба, и там бы все изменилось. Вот, потом я уехала в Крым к себе, и вот на Новый год я в Питере. Вот сколько я накатала, налетала за год. Сколько я сделала украшений. Из цемента, всяких, надекорировала дел. Ой. Нет, для меня прям год-то удачный был, собственно говоря. Ой, вчера мне подарили, видите, микрофон на петличку и хорошую книгу по блогерству. Вот у меня уже есть книга Соболева, блогера. Но это мне еще Костя подарил два года назад на Новый год. Вот. Так что буду опять учиться. Учиться. И учиться, как завещал великий Ленин. 65-й год. Все, не устаю учиться. Так что, мои золотые, у вас, моих подписчиков, много прибавилось, но просмотры упали. Потому что, ну, говорят, что это из-за того, что летом очень много зрителей ушло на ТикТок. Я не знаю, может быть и так, может быть проблемы, может быть неинтересно. А тут, что тут гадать-то? Но все равно потихоньку прибавляются. И люди, которые прибавились, есть, которые мне постоянно комментарии пишут. За что я им очень благодарна. Вот. Много знакомств всяких. Вот, я прям, со многими я прям подружилась. Ирина Житкова из Сочи, Лариса Артамонова, Володя. Володя, это вообще единственный мужчина, который мне пишет, и который мы с ним даже по видео разговаривали. Причем молодой мужчина. Привет, Володя. И вообще привет, Украина. Так что, в общем-то, год-то был неплохой. Чего я говорить? Тяжелый, конечно. Но для меня как-то неплохой. Вот. Очень я благодарна вам, мои дорогие. Вы меня всегда поддерживаете. Такие комментарии мне пишите душевные, что я прям иной раз сижу и плачу. Ну, я такой человек. Я от счастья плачу. От благодарности плачу. Ну, знаете, я посылки-то получаю и плачу. Да, вот. Про моих подписчиков. Ирина Житкова у меня пишет всегда. Людмила Нелюбова. Светлана. Сам мои увлечения блогер пишет. Девчонки, огромное вам спасибо. Ну, уж Оксаночка-то моя. С волны Черноморского. Вообще золотой у меня человечек. Вот. Лариса Артамонова. Людмила Плотникова. Наталья Кучинская. Дора. Из Бразилии. Дора. Дора. Лариса Шаповалова. Матусевич. Я не знаю, вот как имя читается. Девочка моя. Спасибо огромное. Людмила Серёдина. Пенелопа Круз. Галина Стоякина. Ну, девчонки. Сейчас я подождите. Это ещё не всё. Это вот огромное вам всем спасибо. За то, что вы у меня есть. Как бы я без вас. Желаю, что бы я делала. Оля Лукьянина. Валя Моисеева. Я, может, кого-то два раза назову. Ну, я же так всех не могу никак. Не запомню. Надо было бы выписать, конечно. Сегодня, сами знаете, утре не такое. Огромное спасибо, конечно, моей Алинке. Которая... Вот вы понимаете, как она всё продумала. Она же знала, что она умрёт. Знала. Всё понимала. И придумала, уговорила меня заняться Ютубом. Я же три месяца отбивалась. А потом я подумала, что это она для себя. Ну, потому что она лежит. И ей заняться нечем. И согласилась. Нет, она это для меня всё. Потому что, когда она ушла, и последние её слова были «снимай видео», я много раз хотела бросить. Но мне даже Костя сказал «обещала» «снимай». И вот только благодаря Ютубу я выкарабкалась из этой ситуации, скажем так, с меньшими потерями. Ну, теперь я уже без этого и жить не могу. Вроде и собиралась бросить. Думаю, господи, так надоело. Вот это за даром. Люди деньги зарабатывают. Вот. У меня как-то не складывается. А потом думаю, ну и чего. Вот я выложила видео, да? Вот нажала кнопку «опубликовать». Ну, вроде вздохнула. Ну, ладно, дело сделано. А потом тут же в голове начинает крутиться. Что дальше? И как вот? Я уже не могу без этого. Так что я ей каждый раз говорю, каждый день говорю «спасибо тебе, Оленка». И вам спасибо, девочки мои. Ольга Хитрина, Танюшка Конова переболела, слава богу, коронавирусом. О, господи. Ой. И Лена Телегина. Ну вот надо вот. Смотрите, какие комментарии. Феррая или Феррая. Я не знаю, как произносится. Спасибо вам. Вы так говорите, прямо в носу щиплет в глазах туман, слезы наворачиваются. Такое чувство, что мы когда-то встречались. Ольга Дмитриевна. Лучкова Татьяна. Татьяна Мурсалимова тоже. Вот прям. Вот я уже этих людей знаю. У меня такое ощущение, что я вас знаю. Ну, Татьяна Лучкова, интересно ей про квартиру и рецепт солянки. Рецепт, Танюш, обычный, обычный рецепт. Ой, этих рецептов в интернете. Просто я очень люблю ее готовить. И дети мои все любят мою солянку. Ну, и борщи любят. Я в Крыму-то не готовлю чего для себя, для одной готовить буду, что ли. А им всегда готовлю. Я только приезжаю, у меня с Сашей сразу солянку. И селедку под шубой. И мимозу. Она вот любит рыбные салаты. А Даня, он такой непритязательный. Он сам вчера мясо приготовил. Ему самое главное, чтобы оливье я сделал. Он делал вчера рулетики с чесноком, сыром, мясо, яйца фаршировал, грибы и всякое. Он любит готовить. Молодец, очень мальчик. А Сашка работала до вечера. А про квартиру я расскажу. Я-то сниму ром-тур. Я сама первый раз в этой квартире, поэтому. И Лена Зубова. Ой, Надя Терехова. Надюшка вообще, она мурманская наша. Мы работали вместе. И сына я ее очень хорошо знаю, Володю. Привет, Надюша. А теперь она живет в Судаке. Я никак туда не доеду. Галина Силуянова есть у меня, подписчица, которая как напишет, и не знаешь, что думать. Расстраиваться или как. Леночка Баттл. Ну, это блогер, кстати. Не знаю, почему ее мало смотрят. Такая женщина хорошая, рукодельная, красавица моя. Мы с ней в Крыму познакомились. Вот сейчас в Москву съездим. Мы завтра должны в Москву ехать. Потом вернемся. Я к ней обязательно в гости съезжу. Я очень люблю ее девчонок, Марину. Марину. Ой, камера из рук вырывается. Марина, Катюшка. Посмотрите, кто не смотрел. Елену Баттл. Очень прям хороший человек. Елена Ваттальевна написала. Бразилия. Бразилия плюс Россия. Люблю бразильские сериалы. Молодцы. Вот Галина Стоякина. Всех поздравляет с Новым годом. Девчонки у меня золотые. Лена Михайлова. Ой, да... Девчонки, я всех даже сейчас не перечислю. Ну, я вам всем очень благодарна, правда. Без вас моя жизнь была бы серой, скучной, старушечей. А с вами я вроде ничего. Отдельно хочется поздравить Любашу саранчо. Любаша! Привет, моя дорогая. Боря. Аллочка. Женька собачка такая. Она у них милая. С Новым годом вас всех. Всем счастья, здоровья, удачи. Ну, и успехов, конечно, в блогерском деле. А как же без этого? В общем, короче, получается видео сумбурное. Непонятно что. Перескакиваю с одного на другой. Но зато от души моей хорошей. Всех вас люблю. Пусть у вас все будет хорошо. Вот. А сейчас... Сейчас я скажу имена и фамилии двух победительниц. Я уже не помню, говорила. Я нет, Саша вчера на работе программу запускала. И мне просто позвонила и назвала. Ну, и получилось, собственно говоря. Да, вот я и Раиду Афицуну не назвала. А она мне постоянно пишет комментарии. Спасибо большое, дорогая. И, в общем, вышло у меня, что выиграли девочки, которые мне много пишут. Ну что, приготовились? Ираида Афицуна, поздравляю, дорогая, выиграла Гелиотис, комплект из Гелиотиса. Вот. А Галина Стоякина, которую я уже сегодня, по-моему, не раз упоминала, выиграла розовый комплект. Так что, девчонки, я вас поздравляю. Как только я скажу, что я поехала в Крым, вы мне сразу пишите адреса свои, я приеду и вам отправлю. Девочки мои дорогие, никакой подтасовки нет. Всегда программа выбирает. Я-то бы рада была, чтобы все выиграли, понимаете. Но так же не получается. Вот. Следите в Инстаграме, в магазине. Как будет 200 подписчиков, тоже будет розыгрыш. А там 200 подписчиков, это совсем чуть-чуть, поэтому шансов гораздо больше. Вот. Кстати, спасибо Марине, моей дорогой подруге, которая подписалась сама и сразу 20 человек с собой привел. Но мы уже вчера поздравляли друг друга с Новым годом. Вообще всех своих друзей поздравляю с Новым годом. Людочку в Литве, моя дорогая. Мы с тобой так редко вообще общаемся, я то дозвониться до тебя не могу. Бабушки, мы занятые. Ну, а так, с сыном я вчера разговаривала, с Болгарией связалась, со старшим внуком тоже разговаривали, поздравлялись, с Мариной разговаривала. Ну, остальных сегодня поздравляю. Так что, мои хорошие, всех с Новым годом! Ну, а кто победил, девчонки? Ну, поздравляю! Что ж такое-то? Ничего, будут еще розыгрыши. Сколько я уже... Вот в марте будет три года. Пятого марта у меня три года будет. Я за это время столько отправила всяких посылок. У меня целая коробка. Так и лежат эти квитанции. Уже какие-то посмотрела, уже какие-то выцвели. Ладно, лапуськи мои. Буду с вами прощаться. Надо сейчас поубираться, помыть. А то проснуться есть захотят. Еще раз огромное вам спасибо. Огромное я вас очень люблю. И даже кого не назвала. Я вас очень люблю. Ну, смотрите, завтра поедем в Питер. Ой, Питер, Москву. Поеду знакомиться с Даниной мамой. Ну, с их семьей. К Марине съезжу с Серегой. К своим съезжу, к маме с сестрой. Будет что посмотреть, наверное. Я вас люблю, обожаю, обнимаю всех. Будьте все здоровы. Счастливы по мере возможностей. Ну, что же делать-то? Умейте радоваться тому, что есть. Я не умею. Я иногда про это вспоминаю, но как-то я вот какая-то. Я все жду чего-то. А чего уже ждать-то, да? Радоваться надо каждому дню. Но я стараюсь. Я даже, когда вам утром говорю, доброе утро, я как-то и себя взбодрюю. Даже прощаться с вами не хочется. Но надо. Все, мои дорогие. Все. Давайте. Пока-пока. И еще раз всех с Новым Годом. Девчонки, ну вот где моя голова? Скажите мне. Вот сейчас отмываю плиту. Ну и заодно видео идет. Поворачиваюсь, а у меня... Чего я камеру-то? Телефон-то вертикально ставила. Ну нет головы. Слушайте. И выпила-то вчера вот столько шампанского. Или не выспалась, что ли? Ой, Господи. Короче, все видео испортила. Но уже переговаривать я все не буду. Потому что это уже будет не от души. Я не люблю этого. Ладно, вы уж меня простите. Ну уж как получилось. Все, мои золотые. Отдыхайте. И пусть все будет хорошо. Ну и как всегда. Пока-пока, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...